Уважаемые друзья, рыболовы и рыбачки тоже. В общем, кратко ввожу вас в курс дела. Пришел я домой после суток, валился спать. Просыпаюсь, смотрю пропущенный вызов от друга по имени Вова. Перезваниваю ему, спрашиваю, что случилось. Он говорит, что поехал на рыбалку со спиннингом. Я говорю, так рано же еще. Он говорит, да вот вчера на пруд заезжал, приехали два мужика. Показали мне два кукана с рыбой. Я говорю, ну и какая рыба? Он говорит, так это щуки да окуни. Причем, говорит, окуни минимум от 250 граммов. Поехали, говорит, со мной. Я говорю, так я не могу сейчас, как бы надо все равно одеться, подготовиться, все остальное. Как метеор я просто собрался. И сейчас еду на рыбалку. Краткая сюжетная линия, вам ясна. Ну а что нас сегодня с вами ждет, смотрите дальше. Ребята, так получилось, что я Овчега догнал, либо он очень медленно собирался. Ну и сейчас мы пойдем вот туда и будем пытаться ловить рыбку. Я уже полностью собрался. Вон он что скакал вперед. Он побоялся, что я выловлю всех его окуней. Рыбачься я сегодня буду на спиннинг. Машину закрываем и начинаем. Такой, ребят, красивый лес здесь. Прямо идешь, душа как-то поет, что ли, радуется внутри. Предвещает все рыбалку. Даст Бог хорошую. Будем надеяться и верить. Прямо идешь. Здравствуйте. Ну что, как поклевать рыбка-то? Не клюет, да? Подошел сейчас, ребят, к рыбачку. На доночке сидел. Говорит, сорожка долбит. Подлещик не хочет. Ветер сегодня ужасный. Так что не знаю, на какие приманки мы сегодня с вами на спиннинг будем рыбачить. Я думал, начать с джига. Но, судя по всему, наверное, придется ставить даже блесну. Потому что будет выдувать очень большую петлю. И контроля будет вообще практически никакого. Ну, сейчас до места дойдем, посмотрим. Может, там в закутке ветер не такой сильный будет. Так что, начинаем ловить. Какой-то боезапас в овчиках. Примерно 2 километра человек такой чемодан перст с собой. Сейчас я вам покажу, как я завязываю узел. Значит, лесточку складываю вдвойне. Продеваю через вертлюжок. Завязываю обычный узел. Вот такой. Затем поводочек снова в эту петлю. Петлю вот так вот назад. Теперь затягиваю. Немножко. И сейчас надо будет узел смочить. Овчик, смочи узел. Все, узелок смочили. Все, затянули. И излишки. Аккуратно обрезали. Вот и все. Буду пробовать. Я сегодня начинать на червячка ловить. Джиг-головка. А, чебурашка точнее, 3,5 грамма. Фиолетовый червяк. Съедобный. И крючочек. То есть, как бы, пока что буду нацелен на окуня. А там дальше посмотрим. Вовчик вроде собрался ловить на воблеры. Так что он, наверное, нацелился на щуку сразу. Вот такие дела. Значит, дальше лесочку я намотал в этот раз. Интек. ПЕХ4. Орэндж. Значит, диаметр 0,148. В общем, по качеству намотки леска мне понравилась. То есть, положится она достаточно хорошо на сухую. Сейчас на рыбалке проверим, как это все дело у нас летает. Дальше буду ловить еще на отводной поводок. Для отводного поводка я взял специально для поводочков. Взял лесочку. Так, а где она у меня? Взял тоже лесочку. Значит, это флюорокарбон. Вот в такой вот интересной упаковочке он идет. 0,2 мм. 2,6 кг на разрыв. Ну, будем пробовать сегодня. Если на аджик будет плевать плохо, значит, будем попробовать ловить на отводной. Также сегодня, скорее всего, не по брезгу ловить и на блесна, и на воблеры. Ну, в общем, рыбалка, как она есть. Есть пока что совсем неохота. Охота немного попить чайку. Прошли много. Спрятались за ветром. Ну, сейчас будем пробовать начинать рыбачить. Первый забросик сейчас будет. Сейчас, ребят, зацепился. Отломил крючок. Вот, плетеночка выдержала. Использую чебурашки. Разборные. Вот так. Еще хочу Значит, насадить сразу же на крючочек Тиогу. Думаю, что попробую вот на такую. Значит, это Тиога от Пакиджона 5 сантиметров длиной. Вот так вот я сразу же поставлю. И так же сразу же прицеплю грузик. Ну, так как ветер, то, наверное, поставлю грузик 4-х граммовый. Вот так. Ну, все. Сразу же закину его в коробочку быстрого доступа. Вот сюда. Все. Можно продолжать ловить. Еще хочу попробовать сегодня на копыта. Потому что это нехорошая вибрация. Ну, всему свое время. Поводочки я делаю самостоятельно. Ну, или покупаю струну. Вот. Там поводки из струны. Это вот сделаем самостоятельно. И храню в тубусе из-под поплавков. Хорошая леска. Только крючки разгибает. Будем надеяться, что так дальше и будет продолжаться. Крючок-то что, плоскогубцами тихонечко подправил, да и все. И дальше можно рыбать. Чтобы не перевязывать всю снасть. Ребята, это, наверное, ходил лось по берегу. Видите, какой большой. Во! Попробую сейчас, ребят, поставить другого виброхвостика. Попробую поставить копыта сильной вибрацией ядовитого цвета. Потому что как-то непонятно, какая-то погода стала. То ли пасмурно, то ли не пасмурно, не поймешь. Вот. Вот. у меня не очень хорошие новости, ребят. У меня приказала долго жить моя экшн-камера. Не знаю, что получилось, что произошло. Ну, в общем, работает 3 минуты и отключается. То ли у меня пауэрбэнк сел, то ли что случилось, пока не знаю. Приеду домой, буду разбираться. Поэтому сейчас будем снимать как-то так вот рыбалку на основную камеру. Я даже представить себе не могу, как я это буду делать. Но. Пауэрбэнк сел. Ребят, вы бы видели лицо Вовы. Он думал, я рыбу тащу. Вован решил остаться дальше, упираться на этом большом водоеме. Но я решил сменить место и поехать в сторону дома. По пути, может быть, заеду еще на один водоем. Попытаю там счастье. Ну, посмотрим. Может быть, удача сегодня будет все-таки на нашей стороне. Хотя бы пару часиков. Шел, шел, шел. Трофей нашел. Вот такая вот ложка. Старая. Хотел я на обратном пути посетить один технический водоем. Подъехал туда, но дорога была перекопана. Ну, поэтому я не стал терять время и для того, чтобы рыбалка все-таки как-то состоялась, приехал тут на реку. Вот. Ну, сейчас попробуем половить немного окунишек. я думаю, что у нас все получится. Зашел тут на помост. Вот. Не стал пока ничего менять. Как было у меня большое копыто привязано. Вот так я его пока что кидаю. Сейчас несколько забросов сделаю. Если поклевок не будет, поменяю, поставлю более маленький джиг. Если рыба не откликнется, тогда поставлю отводной поводок. Ну, рыбка здесь должна быть. Рыбка здесь есть всегда. Ну, и практически всегда она тут клюет. Правда, размеры очень маленький. Так, ну, на копыто поклевок нету, поэтому сейчас поставлю фиолетового червячка на грузике 3,5 грамма. На него рыбка должна откликнуться. Летит очень хорошо. Плетенка я, кстати, ребят, очень доволен. Так что рекомендую. Ссылку на плетенку оставлю вам в описании. Флюрокарбон еще пока не испытал, но я думаю, что если сейчас на джиг поклевок не будет, то с отводным поводком мы тут немного порезвимся. есть есть какие-то непонятные подержки за хвостик, так что сейчас по-быстрому поставим отводный поводок и будем ловить куней. монтаж от одного поводка у меня очень простой. То есть я привязываю грузик к леске. Вот таким образом. толковавчика не эту леску посвиняюсь. Излишки лески обстригаю. Дальше делаю на леске петлю. Завязываю ее двойным или тройным узлом. Вот так. Все. и вот так петля в петлю продеваю все это дело. Ну и все. Теперь нам осталось привязать свистер или там тягу какую-нибудь на обычном крючке. Ну или можно вообще поставить какой-нибудь стримерок. Есть у меня стримерки хорошие. Вот. Ну сейчас что-нибудь сейчас поставим. поставлю я вот такого червячка. Нравятся они мне. на обычный крючок. На обычный И можно начинать отрываться по лакунькам. вот и все. Вот и все. Ну давайте проверим, кто тут живет. вылет. Вылет, конечно, просто шикарный. Грузик 5 грамм посылается этой леской прямо в космос. Я даже совсем никаких усилений прикладываю для того, чтобы закинуть далеко. О, есть первая рыбка, ребят. Первая рыбка за сегодня попала. Да. Схватил, как взрослый. Проводку с отводным поводком можно делать прямо очень медленно. Если дно позволяет, то есть если грузик не цепляется совершенно, то можно прям с зависанием таким и подрагиванием кончика вести приманку. Очень действенная штука. То есть обычно если джип не работает, блесна там не работает, ставишь отводной и рыба себя показывает. Потычки есть, но уверенный, хладкий нет, окунь мелкий. Вот. есть. Он просто повисает на нем и пытается заглотить. Вот. Есть. ну это прям монстр попал. окунишка. Окунишка. Мелкий. мост. окунишка. попался горбач. ха-хэ. У самых ног. Еще один. Рукушок небольшой. Да уж, пингалет еще тот. Крупной рыбы совсем нет, так хочется, чтобы как дало-дало и поводить, понервничать, нету. Совсем глухо. Вот, есть рыбка. Но это уже совсем не серьезно, ребята. Это что такое? Ты как так клевал, парень? С ума ты не сходи. Беги давай домой. Это ловля только для того, чтобы если очень сильно хочется, то можно. А так, просто нецелесообразно, наверное. Хотя определенный кайф от этого все равно получаешь. То есть природа, рыбка мелкая поклевывает, на спиннинг все как положено. Ну, есть вероятность того, что и покрупнее может клюнуть, но видимо не в этот раз. Сразу клюнул. Ребята, настоящую взял. Блин, просто положил на дно, начал вести, он его уже засосал. Вот ведь какой, а. Было у нас сегодня достаточно большое приключение. Немного я половил рыбки. Значит, напоследок хочется сказать несколько слов о снасти. Значит, удилище я использовал с тестом от 1,5 до 8 граммов. Плетенка у меня была вот эта, Intec PE-X4 All Range. Вот такая. Значит, по плетенке диаметр был 0,148. Разрывная нагрузка здесь идет 5,45. То есть плетенка своему заявленному сечению соответствует. Но, как и понятное дело, то что не бывает никаких чудес. Если плетеночка сама по себе на ощупь она идет 0,148, да, 0,15 грубо говоря, то она и держит 5,45 килограммов. Соответственно, было у меня несколько обрывов. И я бы, наверное, порекомендовал леску вот эту с сечением 0,148. В том случае, если у вас река достаточно чистая, если вы, допустим, ловите головля на какие-нибудь кренки, да. То есть если вам не надо глубоко вести приманки свои, если они у вас в поверхностном слое воды идут, то, соответственно, такая леска вам подойдет. Что касается флюорокарбона, флюорокарбоном я доволен полностью. То есть флюорокарбон тоже это Intec был. Шок-лидер. Вот такой вот. В общем, классная штука. Мне понравилось. Окунь хватает червяка и его не отпускает. Известно то, что окунь это очень такая глазастая рыба. Вот. Если учесть то, что вода уже стала прозрачная, то это достаточно серьезный показатель, я так считаю. Дальше катушка у меня идет двухтысячная. Это райобис лэм. Приманки я использовал те, на которые вот сегодня у меня клевало. Это червячки такие съедобные. Они достаточно дешевые. Селект, по-моему, они называются. Ну вот, в принципе, и все. Если вы имеете под боком такую реку, на которую вы можете выехать и немного отвести как-то душу, немного поддурковать, то вот такая вот снасть позволит вам вспомнить, что такое спиннинг после долгого зимнего периода. Ну и насладиться некоторыми озорными поклевками мелкой рыбы. Но также не стоит, конечно, списывать со счетов то, что весной рыба поднимается вверх по реке и, соответственно, среди вот этой мелкой рыбы вам может попаться и крокодил. Но сегодня этого не произошло. Однако я считаю то, что рыбалка состоялась. Я немного поездил, отдохнул, посмотрел. Ну и в целом очень хорошо провел время. Всем крепкого здоровья, не болейте. Цените природу, убирайте мусор, когда вы езжаете куда-то. Ну и встретимся с вами в следующих видео.